Что по поводу таймфрейма? Я частично начал говорить. При среднесрочных идеях и интродэй. Понятно, интродэй – это реализация быстрых идей, реализация каких-то моментальных вещей. Поэтому для вас это будет, скорее всего, либо пятиминутный, либо минутный график. Нужно иметь в виду, что на Форексе торгуют 7 триллионов долларов в день и выше. Поэтому волатильность, точнее, движение внутри канала, внутри локальных уровней может быть очень хаотично. Что это для вас означает? Для вас это означает лишь одно, что если вы попытаетесь без какой-то сильной идеи, без причины, почему инструмент должен двигаться именно от этого уровня или базы, или если вы торгуете по каким-то другим техникам, почему он должен двигаться? Если вы не найдете эту причину, если вы просто пытаетесь от локального какого-то внутреннего уровня купить или продать, то вероятность того, что у вас будет низкий процент положительных сделок, обеспечена. Поэтому торгуя интродэй на низких, на мелких таймфреймах, минут-пятиминутных, вы должны четко понимать, почему идея должна двигаться. То есть это должна быть какая-то новость, которая придала импульс. Опять же, не все новости придадут импульс. Не на все новости отреагируют. Но самое важное в трейдинге – это именно крупный участник этого движения. Что касается среднесрочных идей, то понятно, что крупные участники работают в основном под дневным графикам. Ваши среднесрочные идеи будут зависеть исключительно от четкости анализа и понимания рыночной ситуации под дневным графикам. Да, точку входа вы уже можете усмотреть. Либо на четырехчасовом графике, либо на часовом, кому удобно, на тридцати минутках. Но в любом случае, на каком бы таймфрейме вы не искали точку входа, для вас важна идея. А идея идет с дневных графиков, то есть со старших таймфреймов.